Маркировка лекарств стала обязательной для российских аптек. Новые требования, предъявляемые к работе провизоров, обязывают соблюдать требования учета маркированных лекарств, чтобы защитить потребителя от подделок и незаконного оборота лекарствами. В связи с этим Ненецкая фармация начала производить автоматизацию сельских аптек за счет собственных средств. И, несмотря на простое финансовое положение, выделила более полутора миллионов рублей на покупку оборудования и установку необходимого программного обеспечения. Планируется, что до конца марта вся техника будет доставлена в сельские аптеки и установлена. В Ненецкой фармации считают, что после этого ситуацию с лекарственным обеспечением в сельских поселениях качественно изменится. Особо остро тема отсутствия необходимого перечня медикаментов в населенных пунктах округа из-за финансового неблагополучия организации звучала осенью прошлого года. Во время поездок по округу не было ни одного населенного пункта, в котором бы не наблюдался дефицит лекарств. После вмешательства в ситуацию главы региона и окружных депутатов ситуация начала выправляться. Ахмед Абдулатипов, заведующий аптечным пунктом и фармацевт в одном лице, работает в селе Коткино с 2013 года. На отсутствие ассортиментов лекарств в сельской аптеке пока не жалуются. Препаратов у нас хватает. Даже если бывают самые заявки на такие редкие препараты, то мы ближайшим бортом обеспечиваем такие заказы тоже. В основном население то, что пользуется спросом, это анальгетики от кашля, от отхаркивающие, противокашлевые и сосудосудживающие, такие спреи от насморка, так скажем, по-народному. На недостающие лекарственные средства сельские аптекари оформляют электронные заявки. Их доставляют ближайшим авиарейсам. Фармацевт отмечает, что стоимость лекарств в сельских аптеках не отличается от городских. Всеклава муниципальных образований округа постоянно мониторит ситуацию по обеспечению медикаментами аптек на своей территории. Основной перечень лекарств, которые должны быть находиться на территории, он присутствует. Постоянно идет мониторинг. Появляется какая-нибудь большая проблема, то, естественно, оперативно связывается с новинами. Ну и первым рейсом, как говорят, лекарства поступают. На территории Шоинского сельсовета два населенных пункта – Шойна и деревня Кия. Для льготных категорий граждан на сегодняшний день они полностью обеспечены лекарственными препаратами. Что касается других лекарственных препаратов, минимальный их набор присутствует в обоих аптечных пунктах. Но вот сейчас буквально недели две назад у нас была проблема. Было недостаточное перечень, недостаточное количество медикаментов. Этот вопрос мы совместно решали с фармацией. И буквально в минувшие выходные дни у нас доставлены лекарственные препараты. То есть на сегодняшний день проблема решена. То есть понятно, что эта проблема возникать периодически будет. Но хотелось бы, чтобы все-таки этот процесс был в дальнейшем налажен. И мы были спокойны и обеспечены лекарственными препаратами в полной мере. Единственным поставщиком лекарств для жителей сельских поселений являются структурные подразделения Ненецкой фармации. В 2016 году организация была выведена из государственного управления. Это повлияло на развитие предприятия. За последние три года сумма долга составила порядка 20 миллионов рублей. В скором времени планируется рассмотреть предварительные итоги финансового оздоровления предприятия.